Буквально недавно старейший район города Ленинский демонстрировал таланты своих педагогов. Из 1860 представителей профессий на районный этап отбора вышли 18 учителей. Ярко, весело, интересно проходило творческо-образовательное состязание. В финал вышли лишь пять учителей. Теперь дело за москвичами. Это влечет за собой еще более совершенствование педагогического мастерства каждого из участников, обобщение, распространение имеющегося педагогического опыта. Но что немаловажно, на участие в таком конкурсе отваживаются не только достаточно зрелые педагоги, имеющие уже и первую и высшую категорию, но и совершенно молодые педагоги. Более 3800 человек. Такая большая армия педагогов трудится в московском районе. Причем это не только работники школ, но и детских дошкольных учреждений. Квалифицированные, мудрые, отзывчивые по отношению к своим подопечным. Они всегда хотят привнести в учебный процесс что-то новое. Что-то такое, чтобы сделало обычную школьную дисциплину интересной и увлекательной. Тем, кому удалось показать свои результаты более впечатляющими, предоставится возможность выступить на областном этапе отбора. От московского района это семь учителей. В конкурсе было подано 34 заявки. Более 20, более допущенных к дальнейшему проведению конкурса, мы определили семь победителей. Я хочу, наверное, отметить, что, наверное, не является уже таким определенным соревнованием данный этап конкурса. Наверное, это более такая возможность учителю показать, проявить себя, как не только свои профессиональные качества, которые они показывают каждый день, повседневно и своей рабочей жизни, но и свои какие-то определенные личные качества учителя, педагога, которые позволяют нашим педагогам заниматься нашим подрастающим поколением. Просто захотелось попробовать свои силы, посмотреть на себя, посмотреть на коллег и обменяться опытом. Для меня, как для учителя, важно, самое главное, это замотивировать ребенка своим предметом. Вот когда ему будет интересно на моем предмете, тогда он будет готовиться, он будет учиться, ну и, собственно говоря, дальше продолжать неверно жизнь с физикой. Наградить педагогов пришли представители вертикали власти города и района. В адрес победителей звучали приветственные слова от депутатов Национального собрания Республики Беларусь. Для участников конкурса такое внимание – это признание важности их профессии в обществе. Хотя в душе они понимают. Главная благодарность – это успехи детей, в каждого из которых учителя вложили частичку своей души. В первую очередь мы должны ему дать возможность очень быстро и легко адаптироваться в дошкольном учреждении, это первое. Потом найти к нему тот индивидуальный подход, который будет способствовать раскрытию его каких-то определенных талантов, может быть, каких-то увлечений. Естественно, ну мы должны, это я считаю, наша первая обязанность – сохранить его жизнездоровье, чтобы он крепким и здоровым смог пойти в школу. Ну и, естественно, воспитать в нем такого молодого человечка, то есть полностью, вот всесторонне такую развитую маленькую личность. Во-первых, да, не загубить, а именно воспитать эту личность, и чтобы он уверенный, здоровый, образованный пошел в школу. В итоге 12 педагогов города Бреста станут участниками областного этапа конкурса «Учитель года». Кто же из них станет лучшим, узнаем совсем скоро.